Безусловно, Украина один из главных торговых партнеров в Беларуси. Только за прошлый год мы увеличили товарооборот почти на четверть. Но это далеко не предел наших возможностей. Общая история и соседство предопределили приоритеты в том числе и в экономической сфере. Это прежде всего топливо-энергетические, агропромышленные комплексы, промышленная кооперация, транспортно-логистическая сфера. Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области. Мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большую часть наших переговоров было посвящено этой теме. И мы договорились, что в этом направлении мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем непосредственно уже действовать. Это вполне естественно, это не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость. Это, если хотите, нынешняя безопасность двух государств. Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества создает открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. А с запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики. Большие перспективы открываются в машиностроении. Важным звеном в развитии экономических связей является транспортная артерия. Географическое положение наших стран открывает хорошие возможности для логистической сферы. Транзитную привлекательность Украины и Беларуси могут усилить речное судоходство по Днепру-Припяти, его интеграция в международный водный путь Е-40. Мы прекрасно понимаем, что торговля – это дорога с двусторонним движением. И Беларусь, в свою очередь, импортирует украинский металл, сельхоз и пищевую продукцию, кормовые добавки, лекарства и многое другое. Многомиллиардный товарооборот между двумя странами формируется именно на местах. Этим и объясняется наше пристальное внимание к развитию межрегиональных контактов. Уже сегодня в Николаеве, Нежине организована сборка тракторов МТЗ и комбайнов Гомсельмаш, в Луцке и Днепре троллейбусов Белкомунмаш и МАЗ, в Ижгороде – Лифтов, Могилев-Лифтмаш, в Черкасах – автотехники МАЗ. В Киевской области функционирует крупный торгово-логистический комплекс группы компаний «Санта». Можно привести еще много примеров реального экономического сотрудничества, в которые вовлечены регионы. Мы и дальше будем создавать совместное предприятие. Сфера интересов огромная. Поэтому мы сегодня предлагаем нашим украинским друзьям, нашим братьям здесь, давайте мы придем к вам с той техникой, с тем производством, которым мы давно занимались, в том числе в одном государстве, и создавали вместе с вами. Все республики Советского Союза вносили вклад в создание самолетостроения в Украине, а тракторостроение и сельхозмашиностроение в Беларуси. И давайте сегодня создавать эти совместные предприятия. Мы в Украине, вы у нас, к примеру. Мы сегодня на злобу, наверное, дня занялись серьезно ракетостроением. Мы никогда этим не занимались в советские времена. Жизнь к этому подтолкнула. У вас эта школа есть. Пожалуйста, вы нам помогите. Мы не за пять лет освоим эту программу за полтора-два, а мы придем с тем продуктом и товарами, технологиями к вам. И будем развивать то, что никогда не развивалось у вас, но очень нужно. И если мы, украинцы и белорусы, у себя сделаем что-то свое, солидное, мирового уровня продукт и товар, тогда к нам быстрее придут. Тогда с нами будут считаться, и инвестиции пойдут к нам. Диалоговая площадка нашего форума подтвердила свою эффективность. Мы видим весомый вклад областей Белоруссии и Украины в решение задач по увеличению объемов торговли. На переговорах с Владимиром Александровичем специалисты и наши члены правительства поднимали вопрос, что этот форум желательно проводить не один раз в два года, а может, пока мы не познакомимся ближе много новых людей в правительствах ежегодно. Владимир Александрович с этим согласился. Я также поддерживаю такое предложение. Ну а когда мы почувствуем, что это слишком часто, мы можем перейти на два года, но я думаю, наше правительство и межправокомиссия обсудят эти предложения и внесут нам с президентом для принятия решения. Продолжение следует...